Стоп-Пирамида – специальный проект Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала Финверсия ТВ. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Здравствуйте, друзья! С вами Стоп-Пирамида – проект по повышению личной финансовой безопасности. И я, Сафиуллин Марат, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Сегодня особенный выпуск Стоп-Пирамиды. Благодаря вам и вашей бдительности выпуск по вашим просьбам и многочисленным комментариям про опасный, по нашему мнению, проект. К вашему вниманию долгожители Bestway. Подробнее о Bestway на Стоп-Пирамиде. Ссылка в описании. Мы счастливы, что полезным нашим зрителям. Если вам нравится, что мы делаем, поставьте нам лайк. Это будет продвигать видео. Просим, пожалуйста, поделиться этим видео. Вы можете уберечь ваших друзей и родных от жуликов. Поскольку предупрежден, значит вооружен. У нас вселенная вопросов к руководству Bestway и Роману Василенко. Давайте разбираться. Первое. Жизнь Пирамиды коротка. По статистике, смерть Пирамиды 21 века – это всего 3-4 месяца жульничества. Уходит в мир иной шарлатанский проект тихо, по-английски. Похороны скромные, но всегда в плотном кольце жертв. Для Пирамиды счастье. Счастье умереть молодой без особого внимания к СМИ и правоохранителей. К сожалению, жертвы неизбежны. Сегодня наш герой – Bestway. По нашему мнению, яркое исключение из общих правил. Паука-пирамида – долгожитель. Годы плетет Путину. Опутывает регионы сеткой офисов и филиалов. За спиной Bestway – годы труда. Создан в 2014 году романом Василенко. И вот почти 7 лет организаторы открыто ведут публичную деятельность и пропаганду. Что позволяет пирамидным проектам жить долго и, как правило, припеваючи? Во-первых, деятельность пирамиды должна быть легальной. Должно быть прикрытие в форме зарегистрированной организации. Во-вторых, пирамидный продукт должен быть интересен для широкой аудитории. И в-третьих, скорость развития пирамиды должна быть умеренной. Результат – долгое и поступательное развитие и широкая известность. Типичные шарлатанские проекты – это проекты без роду и племени. Доворожденная пирамида не имеет памяти. Учредителей и родителей не знает. Возможно, аферисты просто стесняются. Однако после года жизни пирамиде нужна личность. Нужен идейный вдохновитель, гуру, вожак, шаман. Ну и, конечно, в печальном конце – козел отпущения. Вспомним имена черных гениев. Сергей Мавроди, Валентина Соловьева, Артур Варданян. Черная звезда Bestway – Роман Василенко. Ибо страна должна знать своих героев. Но антигероев тоже. Кто такой Роман Василенко? Какой тернистый путь привел нашего героя к Bestway? Роман Викторович – бизнесмен с десятками лет стажу. Оговорка. За плечами Романа бизнес сетевой. Причем особая разновидность этого бизнеса – предложение финансовых услуг. Или посредничество в представлении финансовых услуг, на которое не оформлено разрешение лицензии Банка России. Сомнительная специализация с точки зрения законодательства. В биографии на сайте romanvasilenko.com очевидно, сам господин Василенко лаконично описывает путь до кооператива Bestway. С 1996 года по 2012 Роман Василенко учился. Учился курсы MBA в различных странах – Венгрии, Австрии, Франции, Киприи, Маврикии, Швейцарии, США. Получается, что как минимум 16 лет Роман только и делал, что учился. В других источниках все иначе. Эти годы занимался предпринимательской деятельностью. Работал в фирме Safe Investment Ltd. Прошел путь от простого консультанта до управляющего директора. Швейцарская компания действительно с пропиской в кантоне ЦУК есть. И до сих пор жива. Удивительно. Но почему-то Google в 2020 году не зафиксировал ни одного поискового запроса с этим названием. Ни в одной стране мира. За исключением России. Швейцарцы с конца прошлого века продавали россиянам страховки двух иностранных страховых компаний – Gravy и Medlife. Safe Investment не имела разрешений на представление России финансовых услуг. По легенде, это консалтинговая компания. С высоких альпийских гор компания просто советует россиянам покупать непростые инвестиционные страховые продукты. Сами страховые компании права на деятельность на территории России не имели. Без лицензии Банка России это противозаконно. Конечно, россиянин имеет право пользоваться любыми услугами и продуктами любых иностранных финансовых компаний. Компании для этого должны иметь лицензию регулятора, чтобы предлагать свои продукты на территории Российской Федерации. Швейцарская фирма без лицензии продавала страховые инвестиционные полисы. Полисы многолетние и долгие годы пострадавших не было. А когда появились, ни доходов, ни тела инвестиций многие люди получить не смогли. Некоторым директорам в Оренбурге, Приморье пришлось отвечать по статьям Уголовного кодекса. В сети сохранилось немало истории про псевдобизнес русских швейцарцев. Но Роман Василенко покинул компанию и никаких претензий следственные органы не предъявили. 4. Великий и ужасный Bestway 2014 год Bestway создается в Санкт-Петербурге почти одновременно с компанией Life is Good. Life is Good – организация по продвижению кооператива и волшебных счетов Vista компании Hermes Management LTD. Но о них мы расскажем в следующий раз. Легенда Bestway – дешевая альтернатива ипотеке. Все элементарно и просто. Вы вступаете в кооператив, вы платите безвозвратный взнос в размере 1 000 или 2 000 евро, вы копите деньги от 30% стоимости желаемой квартиры, вы регулярно вносите паевые взносы на счет, вы платите ежемесячные членские взносы для работы кооператива, вы попадаете в очередь на получение квартиры, вы ищите квартиру, когда в паевом фонде кооператива будут деньги. Вы платите 60 000 рублей за юридическое оформление сделки, вы компенсируете кооперативу все дополнительные расходы, которые могут быть при покупке квартиры, вы обязаны нести субсидиарную ответственность в случае возникновения убытков кооператива. Что это такое? Возможно, что с вас потребуются дополнительные износы для покрытия убытков этого самого кооператива. Внимание! Вы прозвучало 11 раз. И выход кооператива, барабанная дробь, ваша квартира приобретается на кооператив, а не на вас. Вот полностью выплатите деньги в срок, но не более 10 лет, вот только тогда квартира станет вашей. Волшебный счет 11-1. Вряд ли это ваша польза. А вы уверены в священные правила этой игры? Что за десятилетия на пути к вашей квартире ничего не изменится? Внимание! Бествей открыто заявляет на сайте, в статьях и в публичных выступлениях, что кооператив жилье не строит. Это раз. Кооператив коммерцией не занимается. Это два. Что же делает кооператив? Фактически, кооператив переспределяет деньги между пайщиками. Первые пайщики получают квартиры за счет тех, кто пришел в кооператив после них. Это все смутно напоминает деятельность из пирамидной статьи 172.2 Уголовного кодекса. Замените слово «пайщик» на «участник» и добавьте немного жилищной легенды. Но об этом чуть-чуть позже. Что будет, если поток пайщиков иссякнет? Денег на счете кооператива не будет для приобретения жилья. Будет ли к этому времени сам кооператив существовать? Это загадка. Точно, никто вам не вернет ни вступительные, ни ежемесячные членские взносы. То есть, последние пайщики заплатят достаточно приличные деньги за труды организаторов и заморозят деньги в паевом фонде. Беспроигрышная модель заработка для организаторов кооператива. Кооператив готов принять всех. От зеленых юнцов 16 лет до 100-летних стариков. Верхнего предела нет, нужен только паспорт. От миллиардеров до нищих, без подтверждения дохода, кредитной истории кооперативу по долгам не надо. Беды пайщика – это его беды. Захотели выйти из проекта? По любой причине. Можно претендовать только на паевые взносы. Минус – все реальные и возможные расходы кооператива. Если квартира уже куплена по вашей заявке, то кооператив продаст ее. И остатки денег за вычетом всех своих расходов вернет вам. Когда мы вынуждены продавать объект недвижимости? Как правило, когда мы не можем выплачивать долг. Обычно это происходит в кризисы, когда люди массово теряют работу, снижаются их доходы. Именно в кризисные годы цены на недвижимость обваливаются. Пайщики могут не только потерять вступительные членские взносы, но, скорее всего, и значительную часть накопленных ими паевых взносов. А вот об этом надо предупреждать потенциальных пайщиков заранее. Бествей никаких рисков, в отличие от банка, не несет. От банка в кабальной ипотеке вы получаете жилье в собственность сразу. Козырной туз Бествей – это дешевизна покупки жилья по сравнению с ипотекой. Народная истина – дешево, хорошо не бывает. Рискует и платит за все пайщик. Как разорвать человеку порочный и заколдованный круг? Целых три пути. Правовые метаборфозы – best way. И главный вопрос – пирамида или не пирамида? Все это в следующем выпуске «Стоп. Пирамида» продолжение следует. Ваши права нарушены? Вас обманули? Вы видите признаки мошенничества? Вы можете обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Специальный проект «Стоп. Пирамида». Ссылки в описании под видео. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России. Субтитры создавал DimaTorzok